Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. Пассажиры не могут попасть в троллейбус. Жители улицы строителей стали жертвами снежного завала. Совершенствовать хирургические навыки. Тренажер для зашивания ран живота запатентовали ученые РЯСГМУ. Стартапы в качестве выпускных работ в вузах прокомментировали возможность реализации предложения Миноборнауки. Готовиться к премьере в Рязанском театре драмы прошел предпоказ спектакля «Белкин». Снегоплавильный пункт может появиться в Рязани. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления благоустройством города Вячеслав Несин. Сейчас Рязань ощущает не только нехватку техники для уборки, но и площадок для вывоза снега. Горы снега – нечищенный тротуар. Уехать в центр города с остановки теплоприбор можно, но с риском для жизни. Под ногами налить – снег убирается плохо. О том, что за этот участок все же кто-то отвечает, говорит то, что на остановку привезли песок. Правда, разбросать забыли. Гололед. Пенсионерам неудобно. Подскользуются. Увидел сам. Отвратительный. И не только на остановках, а просто по тротуарам. Очень плохо. Примерно такая же плачевная ситуация во дворах. Кстати, за уборку в них отвечают управляющие компании. Весь снег, который они вывозят, попадает на официальный пункт приема. Уборка улиц ведется в основном ночью. Вот эти горы снега привезли сюда управляющие компании и дирекции благоустройства города. Пункт приема – это огромные закрытые территории, которые находятся по пути в поселок-строитель. Объемы разные. Только силами нашей организации с привлечением подрядных организаций с начала года уже вывезено порядка 60 тысяч кубических метров. Плюс свозят сюда управляющие компании, предприятия и организации любой формы собственности. Несмотря на это, ее ресурсов недостаточно. Сейчас, под данным исполняющего обязанности начальника управления благоустройства администрации города Вячеслава Несиным, город ощущает нехватку площадок для вывоза снега. Возможно, решением проблемы стало бы строительство снегоплавильного пункта. Такие есть в крупных городах – Москве, Уфе и других. Растворенный снег по трубам стекает обратно в нашорственную станцию и попадает в тоннели. После чего поступает на очистные сооружения канализации. Но это планы на будущее. В ближайшее время в Рязани появится новая техника. Губернатор поручил закупить 30 снегоуборочных машин. Глава региона также распорядился предусмотреть дополнительное финансирование на благоустройство города к следующему зимнему сезону. Напомню, в 2020 году Рязань станет новогодней столицей России. Дина Ислева, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Очередной вопиющий случай, связанный со снежными завалами, произошел в Рязани. На этот раз жертвами стали пассажиры пятого троллейбуса. На остановке улицы Строителей ни пройти, ни проехать. На месте побывала Мария Рудая. Конечный пункт пятого троллейбуса. Почищен лишь небольшой участок прямо напротив остановки. Все остальное пространство просто завалено снегом. И здесь у пассажиров общественного транспорта возникают серьезные проблемы. Когда подъезжает один троллейбус, подойти к нему не составляет никакого труда. Но когда в час пик здесь устраивается целая вереница, людям остается вот такой путь обхождения. Одно неверное движение и очень легко оказаться под колесами того самого троллейбуса. Складывается ощущение, что почищенный снег свалили прямо здесь. Рязанцам приходится просто бегать от одного троллейбуса к другому. Часто между сугробами. А это крайне рискованно. Особенно, когда на дороге скользко. Сами жители города возмущены. Ну не проехать, не пройти. И почти везде такая фигня, что на этой стороне, что на той стороне. Пешеходный переход тоже не пройти. Вот такая тропиночка, там вроде упадешь. Ужасно по всему городу. Неудобно, кошмар. Вообще безобразие, конечно. Не знаю, работают у нас службы по уборке города или нет. Такая же ситуация на другой стороне дороги. И если к троллейбусам проблема подойти из-за сугробов, маршрутки вообще стали неуловимы. Они останавливаются чуть ли не на проезжей части, жалуются рязанцы. И в том, и в другом случае вопрос о комфорте граждан даже не стоит. Здесь самое время подумать о безопасности. Мария Руда и Сергей Даниле на телекомпании «Город». Выпадение большого количества снега затрудняет движение автотранспорта и провоцирует аварии. Госавтоинспекция напоминает, дорожные службы обязаны вовремя реагировать на изменения погодных условий и предпринимать меры для обеспечения качества дорожного покрытия. 3,33. Собор. 3,33. Инспекторы ГИБДД таким образом выявляют проблемные участки дорог и отмечают наличие накатов, наледи, фиксируют снежные валы. Например, недопустимо, чтобы такой вал был ближе 5 метров от пешеходных переходов. Конечно же, нарушения встречаются, притом нередко. На данном участке дороги по улице Зубковой мы видим нарушение содержания уличной дорожной сети, выраженные в том, что на границах пешеходного перехода менее 10 метров наблюдается образование снежных валов, что затрудняет движение транспорта и влияет на безопасность дорожного движения. По данным фактам, на собственник автомобильных дорог будет привлечен административной ответственностью. С начала 2019 года госавтоинспекции собственникам дорог выдано 148 предписаний, внесено 5 представлений. Уже возбуждено 67 дел об административных правонарушениях. Вот только административная ответственность за неисполнение требований по уборке улицы дорог влечет за собой только штрафы. Госавтоинспекция напоминает, дорожные службы обязаны вовремя реагировать на изменения погодных условий, на качество дорожного покрытия и предпринимать все необходимые меры по обеспечению безаварийного движения транспорта. Неубранный снег закрывает дорожную разметку. Из-за больших сугробов на обочине дорог сложно разглядеть не то, что другие автомобили за поворотом, но и пешеходов. А из-за неубранных обочин люди порой переходят дорогу в неустановленных местах. За текущий год до 21 января из-за недостатков содержания улиц и дорог произошло 19 ДТП, в результате которых повреждено 28 автомобилей. 35 человек травмировано и один человек погиб. С 1 февраля в России повысят социальные выплаты. По данным Росстата, инфляция в 2018 году выросла на 4,3%. Соответственно, на этот процент и произойдет повышение к федеральным выплатам. Героям Советского Союза и России, ветеранам, полным кавалерам Ордена Славы, гражданам, поверившимся воздействию радиации, следствия аварий и ядерных испытаний. В целом, на индексацию выплат правительство израсходует более 25 миллиардов рублей. Новый тренажер для зашивания ран живота запатентовали рязанские ученые. Его можно использовать для совершенствования хирургических навыков студентов и ординаторов на хирургических кафедрах медицинских вузов, а также для обучения новым способом ушивания врачей-хирургов. Все о разработке знает Валерий Седов. Небольшой тренажер может поместиться в обычный пакет или сумку. Он переносной и довольно прост в конструкции. Жесткая рамка с фиксаторами, один из которых подвижный. Между ними кусочки кожзаменителя, которые имитируют апоневроз. На них уже проделаны дырки для хирургической иглы, чтобы студенты представляли примерное расстояние между швами. Тензометр регулирует натяжение краев имитированной раны. Это простой тренажер для хирургов придумали в Рязанском государственном медицинском университете. Было желание создать устройство, создать тренажер, который именно позволит отработать навык ушивания раны в условиях, приближенном к реальным. То есть, условно, вот те функции, которые имеются у данного тренажера, они как раз позволяют выполнить все манипуляции с определенными трудностями. Александр Инютин – один из изобретателей. Он рассказал, что большая проблема возникает с послеоперационными грыжами. Нередки случаи, когда пациентов приходится оперировать повторно. Этот факт и мотивировал его к разработке нового направления работы на кафедре – профилактики послеоперационных грыж. Они разработали и запатентовали несколько новых техник и тренажеров, к которым относится и этот. И уже успешно обучают при помощи него студентов. Мы провели обучение и ординаторов, и студентов, и в том числе проводилось обучение врачей как раз-таки новым способом ушивания, о которых еще никто не знает. Безусловно, да, он активно используется в нашей практике, в обучении. Сейчас на тренажере занимаются как студенты, так и ординаторы. А съемные планки приближают условия к реальным. С установленными сложнее добраться до раны. И если в самом начале работы что-то может не получиться, то, набравшись опыта, в реальной ситуации сложностей таких не возникнет. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». В областном перинатальном центре сменилось руководство. Исполняющей обязанности назначена Ирина Девятова, ранее занимавшая должность заведующей родовым отделением центра. По данным пресс-службы регионального Минздрава, трудовой договор с главврачом Еленой Петровой прекращен. Напомню, она возглавляла перинатальный центр с 2011 года. В связи с понижением температуры Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как избежать обморожения. При низких температурах нужно надевать шапку, варежки и шарф. А если человек почувствовал, что он начинает замерзать, зайти в теплое помещение. Про диеты в 18-градусный мороз также лучше забыть. Человеку необходима энергия, поэтому плотный обед – хорошие средства в борьбе с переохлаждением, добавили в ведомстве. Стартапы в качестве выпускных работ в вузах предложила сдавать Миноборнауки России. Разработка и внедрение инициативы предусмотрена в рамках программы «Цифровая экономика». Как к инициативе относятся в рязанских вузах, узнала Галина Кудряшова. Начинаем упражнение. Подняли. Опустили. Это не фитнес, а лечебная физкультура. Приложение следит за правильностью выполнения движений, амплитудой и количеством повторов. Обмануть его не получится. Разработку, которая помогает больным быстрее пройти реабилитацию, придумала Мария Ашапкина. Девушка и сама была на больничной койке. Получила травму колена при игре в волейбол. Лечебная физкультура помогла Марии быстрее прийти в форму. На данный момент все упражнения сконцентрированы на коленный сустав. Именно артроз первой степени. Ну, вообще это подходит всем, у кого есть боли в коленях. Вообще лечение всего опорно-двигательного аппарата. Мы пытаемся захватить синдром, когда человек долго сидит за компьютером, когда у него усталость в спине. Также мы хотим прорабатывать после инсульта. Скачать приложение может любой желающий, пока оно доступно для платформы АОС. Вскоре появится и на Андроиде. Им уже заинтересовались медицинские клиники Москвы и Рязани. Разработку Марии отметили и в научных кругах. Она выиграла два гранта, а сейчас получает стипендию президента. В дальнейшем мы будем выпускать сервис, он уже где-то на 80% готов. Это онлайн-кабинет врача, где любой специалист, ну, именно лечащий врач в области ротопедии и травматологии, сможет удаленно отслеживать физическую реабилитацию своего пациента. И устройства. Мы все-таки их сделали, потому что многие клиники сделали запрос на то, что необходимо реабилитировать такие сложные, во-первых, сложные движения, а во-вторых, суставы шеи, позвоночник и так далее. В планах Марии стать кандидатом технических наук. Диссертацию она будет защищать на своем приложении, как и дипломы, боковавры и аспиранта. Подобную практику в стране хотят закрепить официально. Министерство образования и науки России предлагает выпускникам вместо классических дипломных работ разрабатывать стартапы. У нас есть инициативная работа предприятий радиоэлектронной промышленности, обороны промышленного комплекса, где они говорят, мы даем вам работу, но подключайте к ней студентов. От самого технического задания до продукта. С тем, чтобы они потом пришли к нам работать. Мы им дадим хорошую зарплату, строим служебное жилье, но нам нужны вот такие светлые головы. Вот такие вот проекты помогают их найти. Сейчас школа проектных инициатив есть буквально в каждом ВУЗе. Студентов обучают социальному проектированию. Рассказывают, что инновация должна решать реальную проблему и быть экономически обоснованной. Реализации проектов помогают как партнеры, так и государство. Идея Дарьи Копытиной получила Гранд-Министерство образования и молодежной политики Рязанской области. Проект проводился в два дня, 1-2 ноября 2018 года на базе областной станции «Переливание крови». Мы перед этим ходили в университеты, читали ребятам лекции о том, кто может стать донором, что для этого нужно сделать. 136 человек приняли в ней участие, и более 60 литров крови мы собрали за два дня. Проектная деятельность будет интересна не только тем, кто планирует запатентовать свои разработки и открыть собственный бизнес. Таких студентов охотнее приглашают на высокие должности, ведь они уже знают о сложностях работы в команде и готовы к решению практических задач. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Последние репетиции перед премьерой на сцене Рязанского драматического театра прошел предпоказ спектакля «Белкин», который объединил в себя сразу несколько историй по повестям с одноименным названием. На пределе человеческих чувств тот самый случай, когда классика становится двигателем к открытию новых вершин в творчестве. Целый коллектив драматического театра готовил к выпуску спектакль «Белкин». Два произведения Пушкина «Станционный смотритель» и «Метель» открывают рязанскому зрителю целый мир. Запретная любовь, предательство, разочарование, чувственные письма и тайные встречи. Все переплетается в человеческих судьбах. Драматическая история, которая трогает сердца миллионов на протяжении двухсот лет, не оставит равнодушным и современного зрителя. Сережка! Сережка! Слушай, бай! Для молодого актера Антона Чудинова это первый сезон в Рязанском драматическом театре и сразу две роли. В первом акте он играет слугу барыни Платона Ивановича и во втором пылка влюбленного в Марию Гавриловну Владимира. Владимир, да, роль довольно сложная. И не только внутренне, но и физически. Потому что я там вытворяю пульбиты на сцене. Тель как раз для Владимира – это неуверенность в своем поступке, не знание, не может быть, не понимание. Егор признается, каждый персонаж особенный, но главная ценность этой постановки для него – работа с режиссером Урсулой Макаровой. Говорит, у нее с актерами полное доверие. На счету мастера более 40 спектаклей в театре и 20 лет служения Мельпомини за спиной. Работа с подобным классическим материалом, по словам самой Урсулы Макаровой, это настоящее знакомство с архаичным театром 19 века. Именно поэтому подбору материала уделили особое внимание. Пьеса «Станционная смотрите» – это первый акт спектакля, который нам привезли из лидзаказников в библиотеке в Москве. То есть ее в принципе не существует в интернете, ее нигде не печатали. Даже нельзя было сделать ксерокопию, потому что книга издания 1858 года. Просмотр спектакля – это работа души, считает режиссер. И здесь крайне важен симбиоз зрителей и актеров. Мы ждем, конечно, зрителей для того, чтобы они вдохнули жизнь в нашу работу, чтобы они вместе с нами радовались, огорчались, переживали. Переходили из одного состояния в другое, дышали вместе с нами. То есть здесь это очень важно. В театре вся атмосфера пропитана творчеством. Само здание появилось в Рязани в 1961 году. С тех пор здесь находится Центр культурной жизни региона. Но, как это обычно бывает, здание требует определенного ухода. В этом году уже запланирован ремонт крыши. И ведутся переговоры с Федеральным министерством культуры о выделении средств на проведение полного капитального ремонта драмтеатра. Многое, что требует ремонта. Какие-то, скорее всего, мы будем вынуждены применять новые материалы, потому что, например, технологии настенных панно, сделанные в 1961 году, сейчас уже утеряны, к сожалению. И, скорее всего, это будут какие-то новые современные материалы. Но внешне все должно остаться именно так, как оно было. Хранитель истории. Входя в эти двери, невольно становишься свидетелем перевоплощения и проживания разных судеб. 2019-й объявлен годом театров в России. И в Рязанском драматическом решили сделать упор на классику. Пушкин, Гет и Брехт – это далеко не весь список авторов, чьи произведения оживут на сцене. Мария Руда и Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Календарь с рязанским колоритом создала фотограф Светлана Крючкова. На ее снимках – деревянное изотчество 19-20 веков. Это дома, которые уже стали историей. С автором пообщалась наша съемочная группа. Единственное деревянное здание с колоннами – уникальный образец гражданской архитектуры 19 века. Дом Кирасковых является памятником истории и последним уцелевшим в городе произведением деревянного ампира. Фотограф Светлана Крючкова не смогла пройти мимо. Теперь здание украшает календарь дома Рязани 2019. Идея проекта родилась давно. Еще в 2013 году Светлана начала фотографировать деревянное изотчество. Улица была Радищева. Тогда там было больше деревянных домов, сохранившихся. И начала снимать просто какие-то детали и окошки. Потом все лежало в архивах. Через несколько лет захотелось провести фотопроект 365. И как-то так все сложилось, что темы для него я выбрала Рязанские дома. Сейчас в коллекции Светланы более 450 снимков зданий, которые являются живой историей. Среди них как известны архитектурные памятники, например, летний клуб благородного собрания, так и семейные особняки, например, этот на улице Свобода, построенный в 1918 году. Сначала архитектуре девушка не придавала особого значения, опиралась лишь на собственные ощущения. Начиналось именно визуально, такие какие-то тактильные ощущения даже от дерева. А потом по ходу проекта уже начала интересоваться историей домов, искала исторические справки, приобретала какие-то книги специализированные исторические, ходила в библиотеку в кровеческий отдел, старалась и приобщаться к истории каждого дома. Для календаря пришлось отобрать всего 13 кадров. Один из них сделан по адресу улицы Свобода, 39. Красный дом выполнен в эклиптичном стиле, испытавшем веяние модерна. Раньше он принадлежал прадеду Анатолия Максимова. Вот эту терраску он пристраивал, писал заявление в администрацию, ту существующую в те годы, чтобы она не возвышалась над пиком Кремля. То есть это один из старых домов моего прадеда Дмитрия Балабанова. На них были гонения в те годы, они поменяли фамилию на Максимовы. Построено здание в начале 20 века, а сейчас в планах автора развитие проекта. Уже в следующем году Светлана вновь порадует нас календарем, но уже с другими деревянными домами. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok